Давай, дружище, фамилия, имя, отчество? Бересехин Максим Сергеевич. Дата рождения полная? 3 марта 1993 года. Где ты родился? В Брянской области, Камальчский район, Сугласовица. Скажи, пожалуйста, где ты прописан или фактически проживаешь? Прописан при части в городе Пскове, улица ССК, Альми, 119. А где проживаешь? Проживаю в городе Псков, в Кузбасской дивизии, 90А. Все, понял. Скажи, пожалуйста, ты... 32 акта. Ну, в казарме ты живешь? Нет, я с женой снимаю. А, вот так. Да, надо расследовать. Так, скажи, пожалуйста, ты кто? Представься, ты офицер, сержант? Нет, я сержант контракта службы командира отделения. Командир какого отделения? Развед. Развед. Разведотделение Чего? О, ну, полностью, скажи, как называется подразделение твое, в котором служишь. Второй, ну, отряд. Так. Ну, есть ЛКД отдельный, ну, действие называется 781-й отдельный отряд. Вот, все понятно. Базируетесь вы в Пскове? Да. Ясно. Скажи, пожалуйста, при каких обстоятельствах, как и когда ты попал на территорию Украины, в частности, Харьковской области и города Харькова? Спокойно, не волнуйся, расскажи, как будет. Изначально? Изначально, конечно. Изначально стали до Нового года говорить, что про учения на территории Белгородской области, что будет на территории Белгородской области, Белоруссии и еще что-то. Вот, куда-то мы поедем. Так. Получается, сессия у меня прошла в феврале. Друг, ну, это лирика. Когда вы пересекли границу? А, именно границу пересекли? Да. 24-го числа. Под какой гидрой? Что вам сказали? Было одно обращение, то, что блок НАТО расширяется, в Украине принижают русский народ. Так. Что вот мы должны помочь освободить там свои люди, все будет хорошо. Как в Крыму, как в этом. Ясно. Скажи, какого числа вот вы попали сюда? Ты говорил, 23-е, 24-е. 24-е мы пересекли на границу и вот забазировались где-то 6 километров от Харькова. Пересекали вы с Белгородской области через Гоптовку? Так. Ты можешь и не знать. Да, ну, там ехали недолго. Мы стояли в Белгородской области, была Красного Октября. Да. Там, получается, небольшое КПБ было, но совсем маленькое такое. Вот. И, наверное, в Гоптовке я прям не могу сказать. Ну, в лесу, где вы стояли в лесу, как вы, в палатках жили, в машинах? Нет, мы просто в окопах ночевали. В окопах ночевали, ясно. Когда вам дали команду сегодня или вчера наступать на Харьков? Ночью стали ходить. Все увидели, что стали жесткие бои, стали много потерь. Стали, ну, люди отказываются. Стали узнавать, что... Люди отказываются, ты имеешь в виду военнослужащие со стороны Российской Федерации? Да, они сказали, что зачем нам это нужно? На что сказали? Сейчас военное, но время. Если вы отказываетесь, это равносильным на расстрелу. Понятно. Сегодня ночью, получается, в три часа всех с окопов наподняли. Сказали, что город находится, как сказать-то, в оцеплении. Да, да, я понимаю. Заблокирован. Все. Там наши люди просто нужно будет приехать и все усилить. Ясно. Давали вам конкретные инструкции по поводу того, что если вы встретите вооруженного солдата вооруженных сил Украины, например, стрелять, не стрелять, что делать? Ну, говорили, что гражданских вообще не трогать. Так. А насчет солдат, что если по вам ведется огонь, тогда да. Ясно. А так вы приехали пирожки продавать, понятно. Хорошо, Макс, смотри, расскажи, пожалуйста, сегодня конкретно, как ты оказался в городе Харькове, в том месте, где тебя впоследствии задержали? И ехали колонной, попали раз пять под обстрел. И крайний был, получается, как я понял, на въезде в город, где нас подбились, техники ориентировочно, наверное, БТР крупного калибра выстрелили в зад. Машина потеряла управление с водителем, врезались в блок бетонный, получается. Быстро из нее выскочили и вот побежали в сторону города и спрятались, получается. Нашли укрытие, спрятались и впоследствии были там задержаны, да? Ты мне скажи, лирический вопрос, лирический, эмоциональный. Вот зачем тебе это надо? 28 лет же надо. Мне это не надо. Зачем? Мне это не надо, я не хотел, я не хочу. Но ты видел здесь фашистов, чтобы тут ели детей, или били русских? Нет, они пропаганды делают там, уроды. Уроды. Хорошо, Макс, все, давай.